Также, с точки зрения садака, Аллах субханава та'аля приказывает нам давать, помогать, если у нас есть возможность, нуждающимся людям. Поэтому, то есть, касательно своих имуществ, давать тому, кто просит, и тому махрум, кому Аллах субханава та'аля не дал. Адам, алейсалям, когда увидел, что в уме, вообще в человечестве, есть аль-му'афа, аль-бубталя, есть те люди, которые будут испытаны, то есть тяжкой, тяжелой жизнью, а будут тем, которые будут хорошо жить. На что Адам, алейсалям, сказал, О, мой Господь, почему Ты всех не сделал одинаково? На что Всевышний сказал, О, Адам, я люблю, когда меня благодарят. Так Аллах субханава та'аля любит, когда его благодарит тот, у кого есть, что даст, благодарит его за эту милость. Так же Всевышний Аллах субханава та'аля любит, когда другой проявляет терпение, когда у него что-то нет. Поэтому ты видишь какого-то ятина, мискина, в этот момент ложишь ему в руку, сколько сможешь, в этот момент ты понимаешь, подсознательном уровне понимаешь, то, что он, может быть, тебе, твое лицо не вспомнит больше, забудет тебя, и ты понимаешь, то, что он тебе вернуть никогда не сможет, но однако ты делаешь это ради довольствия Аллаха, желая то, что у Аллаха в судный день, когда ты такун ахвач, когда ты будешь более нуждаться в благих делах, в тот момент, когда нет ни дирхамов, ни динаров, а есть хасанат, уасайят, есть благие дела и грехи. Вот эти действия, которые должны из нас исходить.